Душа существует, и этому появилось подтверждение. Некоторое время назад группа энтузиастов в Минске, занимаясь техниками гипноза, обнаружила, что при погружении в парасомномбулические состояния человек может взаимодействовать, вести диалог с некой структурой в подсознании, так называемой душой, в другом человеке. Причем расстояние не имело значения. Можно было работать в Минске, а человек находился во Владивостоке. Выяснилось, что эта структура сохраняет опыт, накопленный в течение жизни человека. Проходит цикл реинкарнаций, то есть она больше всего подходит под определение душа. Она приходит в человека, чтобы решать свои задачи, получать опыт и осознание, играть в этом теле. «И что в этом нового?» — спросите вы. Многие религии говорят о душе тысячи лет. А новое здесь то, что душа может влиять на психику и даже на человеческое тело. Может восстанавливать их. И доказательством этому является более 50 детей с диагнозом аутизм и даже детский церебральный паралич и даже эпилепсия. Это те заболевания, которые в современной медицине считаются неизлечимыми. Когда эксперты взаимодействуют с душой, то они указывают ей на те отклонения, либо поломки в психике, в теле. И душа корректирует и исправляет их. И происходят чудеса. Дети-аутисты, которые не реагировали на обращение к ним, всего боялись, не разговаривали, имели отставание в развитии, множественные повторяющие движения, стереотипии, были в полном ауте. И эти дети за несколько месяцев вышли из этих состояний. У них теперь осознанный взгляд. Они знают, что к ним обращаются. Они практически как нормотипичные дети проявляются. И у них речь постепенно нарабатывается. И это является, пусть не прямым доказательством существования этой структуры души, но 50 детей списать на случайное выздоровление или тем более на эффект плацебо уже невозможно. Ведь сами дети не знают, что с ними работают, что работают с их душами. А результаты феноменальные. И это направление взаимодействия с душами получило название «Инфодайвинг». И это может стать основой новой медицины. А знаете, что случилось во время эксперимента со взрослыми? Это невероятно! Смотрите в нашем следующем выпуске.